Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии. В студии Марина Баль. Смотрите в выпуске. В целая дюжина в Удмуртии пришла партия школьных автобусов теплых и, главное, с кнопкой спасения. Удмуртский лес в Азию через Камбарку. Переработчики поделились планами по освоению рынка. Причем здесь маленький городок. Герои народа, герои страны, школьники республики изучают письма фронтовиков. 800 солдатских конвертов скоро станут большой выставкой. Дети и собаки, как мохнатые звери, помогают слепым ребятам увидеть мир. Общественный транспорт столицы сегодня был парализован в районе городка Металлургов. Примерно в полдень на перекрестке улиц 7-я Подлесная и 30 лет победы легковушка столкнулась с автобусом. В результате весь поток движения был остановлен. На наших кадрах момент, когда дорогу удалось освободить для проезда транспорта. По предварительным данным инспекторов, виноват в аварии водитель легкового автомобиля. Это молодая девушка. Она выезжала с второстепенной дороги и не убедилась в безопасности маневра. Врезалась в один автобус, после ее откинула на второй. Девушка была госпитализирована. Пассажиры общественного транспорта не пострадали. Школьный автопарк Удмуртии сегодня пополнился новыми автобусами. Ключи от них вручили директорам 12 сельских школ. Партия не последняя. На это очень рассчитывают в региональном Миноборнауке. У республики еще есть потребность в школьном транспорте. Дмитрий Вороновин подробнее. Школьный автопарк Удмуртии пополнилась сегодня эта дюжина новеньких сверкающих автобусов. Они отправятся в разные районы республики и заменят те, что уже отслужили нормативные сроки эксплуатации. Автобусы готовы к отправке к месту назначения. Уже год по закону школьников можно перевозить только на автобусах, находящихся в эксплуатации не более 10 лет. Именно столько исполнилось транспортному средству Куреговской средней школы Глазовского района. Ее директор принимала сегодня ключи от новенького паза с нескрываемым удовольствием. В радиусе 15 километров из четырех населенных пунктов подвозятся дети. 52. Ребенка подвоз у нас занимает полтора часа. Дороги у нас не асфальтированные. Конечно, по нашим гравийным дорогам бездорожью это сложно. Но вот мы сейчас получаем такой автобус. Я уверена, что хочется надеяться на качество, чтобы данный автобус послужил нам следующие 10 лет для подвоза детей. Автобусы ПАС, поступившие в Удмуртию, имеют систему подогрева, а сидения оборудованы удобными ремнями безопасности. Кроме того, автобусы оснащены современной электроникой. Сельские водители уже изучили все их возможности. Потребность в школьных автобусах большая. Эти 12 из второй партии автотранспорта поставлено в Удмуртию за счет средств федерального бюджета. Наша республика направляла заявку в Минпросвещение России на поставку 66 автобусов и уже в общей сложности получила 33 транспортных средства. Это очень приятное событие. Автопарк образовательных организаций пополняется, обновляется. Сегодня получено 12 пазов. До этого получали 9 газелей и в декабре 12 автобусов. Перевозить школьников новые автобусы будут уже с завтрашнего дня. Дмитрий Вороновин, Андрей Пусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». Республика всерьез взялась за подготовку медицинских кадров. В школах Удмуртия идет отбор в медицинские классы. Начиная с 8-го, ребята не только углубленно учат химию и биологию. Они активно практикуют и школу оканчивают не только с аттестатом, но и медицинской квалификацией. Проект настолько успешен, что в этом году решено закупить для школьников специальное учебное оборудование. Елена Буховская расскажет. Верхняя челюстная кость. Ключица. Восьмиклассница Анастасия Занчарова учится в медицинском классе. Такой в новом учебном году впервые открылся в Ижевском лицее номер 14 и сразу стал популярным среди школьников. Мне нравится проект медицинский класс, потому что я познаю новое. Я развиваюсь и в целом медицинский класс это для меня хорошая почва для моей будущей профессии. Для моего будущего пути. Всего в Удмуртии с начала учебного года открылись 11 медклассов. В Машге, Воткинске, Сарапуле, Глазове, но больше всего в Ижевске. Суть образовательного проекта проста – готовить будущих медиков уже со школьной скамьи. С 8 и 10 классов. В расписании больше часов биологии, химии, основы физиологии и анатомии. Теория плюс практика. По субботам наши дети ездят в симуляционный центр, где знакомятся с навыками оказания первой медицинской помощи. Они давали клятву уже, все приобрели белые халаты. Планируется, что ученики медклассов каждый год будут проходить итоговое тестирование в Ижевской медакадемии. А по окончанию профильных классов получат свое первое удостоверение и квалификацию – младшая медсестра или медбрат. То есть уже профессионально смогут ухаживать за больными и оказывать первую медицинскую помощь. Для них это своего рода погружение в профессию, знакомство с азами медицины, с навыками оказания первой медицинской помощи и ухода за больным человеком. Очень хотелось бы, чтобы у нас было побольше специальной медицинской литературы. Нам этого сейчас очень не хватает. С литературой, медицинскими муляжами и манекенами стараются помочь школьникам городские больницы, медколледжи и Ижевская медакадемия. Они активно подключились к образовательному проекту. Сейчас закупаются, приобретаются партнерами очень интересные манекены, многофункциональные. Их можно разобрать по частям, то есть видно все. Затем в перспективе будет приобретен очень интересный такой интерактивный анатомический стол. Кроме этого используется оборудование, которое уже есть в медицинском колледже и в медицинской академии. А еще ученики медклассов – это постоянные участники профессиональных научно-практических конференций и профильных олимпиад. Как раз победы на таких смотрах, к примеру, выпускникам, могут принести дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в медицинские вузы страны. Елена Абуховская, Юрий Дроздов. Телеканал «Моя Удмуртия». В Удмуртии задержали преступную группу лесорубов. За несколько месяцев они нарубили древесины на несколько миллионов рублей. Полицейские пояснили, в группе было пять человек. Все жители республики незаконными вырубками они занимались в Завьяловском районе. Срубленный лес перерабатывали на пилораме. Его владельцы подозревают в организации преступления. Сотрудники полиции установили 11 фактов преступной деятельности участников группы. Общий ущерб, причиненный лесному хозяйству, составил 7 миллионов рублей. У подозреваемых изъят лесовоз, трактор и бензопилы. По фактам незаконной рубки лесных насаждений, совершенной организованной группой в особо крупном размере, возбуждены уголовные дела. Двое подозреваемых сейчас находятся в следственном изоляторе. За совершенное преступление предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы. Вопросы охраны, восстановления леса и его экспорт стали главными на совещании в правительстве Удмуртия. Используя речной порт в Камбарке, может стать крупным экспортером древесины, фанеры и других стройматериалов в Азию. С подробностями Роман Вагинов. Как развивать деревообработку и производство материалов и при этом сохранить лес и для будущих поколений, за круглым столом сообща решают сами лесопереработчики, эксперты и ученые. Так министр природных ресурсов рассказал, в Увинском районе готов проект по расширению производства пиломатериалов. В рамках заявленного проекта планируется инвестировать 1,561,000,000 рублей, создать 151 рабочее место. Налоговое отчисление в консолидированном бюджете составит 1,219,000,000 рублей. Свои планы по модернизации и расширению ассортимента есть практически у каждого предприятия. Общую концепцию развития лесной отрасли Удмуртии представила Ассоциация лесопромышленников «Русский лес». Для увеличения объемов заготовки и глубокой переработки древесины Удмуртии необходимо развивать транспортную инфраструктуру. Одним из решений этой задачи может стать создание на базе порта Камбарка, одного из самых глубоководных речных портов в России, логистического центра по транспортировке древесины, лесоматериалов по маршруту Кама, Каспий, Азия. Помимо производства пиломатериалов, домов из дерева, фанеры и отделочных плит, в Удмуртии также есть планы по сбору и переработке растущих в лесу ягод, грибов и целебных растений. В целом настроение в отрасли позитивное. Вопросы, которые тормозили развитие предприятий, решены. Недавно закончили инвестиционный проект стоимостью 4,6 миллиарда рублей. Есть у нас желание инвестировать и дальше в наши внутренние инфраструктурные проекты, поэтому развитие продолжается, нет никаких сомнений в этом. Меньше года назад республика подписала соглашение с международной товарно-сырьевой биржей. И лес Удмуртии теперь биржевой товар. За 9 месяцев через торги уже продано 85 тысяч кубометров леса на 105 миллионов рублей. Есть очевидные плюсы. Первое – это объективность продаж. Второе – это развитие конкурентной среды, когда ни покупатель, ни продавец могут быть совершенно между собой незнакомы, но вместе с тем покупатель всегда может видеть, откуда произведен этот лес и поставить на него ту цену, которую он располагает. Но важно не только осваивать лес, но и восстанавливать его, согласились участники «Круглого стола». При поддержке национального проекта «Экология», который стартует в этом году, Удмуртия получит больше 760 миллионов рублей, в том числе на лесовосстановление. Роман Вагинов, Юрий Зеленкий, телеканал «Моя Удмуртия». Подростки стали чаще красть из магазинов алкогольную продукцию. Статистику привели в МВД. По итогам прошедшего года количество грабежей и краж, совершенных детьми, выросло. Почти половина из них пытались украсть из супермаркета напитки с градусом. Не менее популярен на середине совершеннолетних другой способ достать себе алкоголь. Просто попросить взрослого купить его. По данным медицинских учреждений, 4 школьника доставлены в больницы с отравлением различной степени тяжести. И вдумайтесь, только в двух случаях речь идет о детях 2007 года рождения, учащихся четвертых классов. Один взял водку дома у родителей, то есть это новогодние праздники, это алкоголь у всех в свободном доступе, везде хранится. А другой ребенок попросил приобрести для него пиво у незнакомого мужчины на улице. Статистика преступлений, совершенных детьми в нетрезвом состоянии, в этом году уже открыта. В январе 11 несовершеннолетних были задержаны за различные правонарушения. Сработать на профилактику подростковой преступности может даже одно старое письмо с фронта. В его силе убедились сотни ребят, участников проекта «Герои народа, герои страны». Потомки удмуртских фронтовиков начали большое историческое расследование. Елена Галимулина обо всем по порядку. Твоя задача какая? Письмо перевести в электронный вид. В Национальной гимназии имени Кузибая Герда идет большая исследовательская работа. Ученики переводят с удмуртского на русский письма фронтовиков. Тех самых солдат, которые были призваны на войну из удмуртских деревушек. Эти бумаги там, они такие тонкие, как калька какие-то. И писали не на чистых таких бумагах, а писали на газетах или на книгах, потому что бумаги было очень мало. Ребята не просто сохраняют на электронном носителе текст. Они ищут данные про автора письма и пишут историю его подвига. Все это проект «Герои народа, герои страны». Сложно дается, потому что наши дети изучают литературный удмуртский язык. И по сравнению с ними, когда они жили, наши солдаты и нынешние дети, конечно, большой уже отрезок времени прошел. Где-то, конечно, помогают учителя. Где-то дети сами пытаются, но очень стараются. Республиканский проект «Герои народа, герои страны» стал одним из победителей конкурса фонда президентских грантов. В нем могут участвовать школьники с 7 по 11 классы. Депутат Госдумы Алексей Загребин уверен, задача проекта – передать эстафету памяти будущим поколениям. Герои, они рядом, наши дети должны об этом знать, чтобы вспомнить о тех, благодаря кому мы живем, и передать вот эту эстафету памяти. Солдатские треугольники школьникам из своих фондов предоставил Национальный музей Удмуртии. Впервые исследованию подлежат сразу восемь сотен оригинальных писем. Мы впервые вводим эти письма в научный оборот при помощи детей. Им досталась такая великая миссия, что они потом своим бабушкам, дедушкам всей республики расскажут о том, что в этих письмах написано. И через себя донесут историю того, какой была Великая Отечественная война. 9 мая в Национальном музее откроется специальная экспозиция о фронтовых письмах. Экскурсии будут проводить дети, а победители проекта отправятся в Москву на Парад Победы. Елена Галимулина, Вероника Ваулина, Василий Хохряков, телеканал «Майя Удмуртия». Пять сотен конкобежцев Удмуртии будут бороться за медали на соревнованиях «Лед. Надежда. Наша» и «Старт» в эту субботу, 2 февраля на стадионе «Зенит». «Лед. Надежды. Наша» – это всероссийские соревнования. Одновременно с Ижевском старт будет дан в 30 городах России. Подача заявок идет полным ходом. Участникам в зависимости от возраста предстоит преодолеть 50 и 100 метров. Поскольку соревнования проводятся на коньках, они могут быть любой модификации, любой модели. Ну а если у кого-то коньков не будет, то будет предложен бесплатный прокат коньков на стадионе «Зенит». Всех участников ждут памятные призы и горячий чай на финише, а победителей вот такими дали. Подробная информация на сайтах Минспорта и города Ижевска. Научить Азам поведение с собакой-поводырем, подарить радость общения с этими животными. В Экширбоди уже больше года реализуется социальный проект «Хаски». Волонтеров и их питомцев всегда с радостью ждут ребята из школы-интерната для слабовидящих и слепых детей. Девочки из Икширбодинской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей знакомятся с собакой. Хаски по природе своей неусидчивые, неугомонные, но Рафа терпеливо ждет, пока ее рассмотрят. Они пушистые, добрые, они очень большие и они могут кусаться, если их с ним сделать больно или их разозлить. Александра Лебедева не видит совсем. Девочка очень мечтает о собаке-поводыре. Собака должна находиться слева. Держись слевой ручкой. Вот за это узелок. Все, пойдем. Собака-поводырь тоже будет находиться слева. Как подружиться с собакой? Узнать набор первоочередных команд. Побегать и пройтись рядом. Да просто обняться. Ребята-волонтеры из Икширбодии дают детям возможность получить и новые знания, и новые эмоции. В интернате сегодня обучается 90 детей. 24 ребенка незрячие. Тактильные ощущения наших детей, детей из ОВЗ, они обязательно нужны. Они должны присутствовать каждодневно. Когда им исполнилось два месяца, мы впервые сюда пришли к ним. Дети их погладили, познакомились с ними тогда первый раз. Кто-то сказал, это лучше, чем телевизор и дискотека. В администрации интерната не скрывают. Опасения были. Собаки все-таки. Но молодые люди предоставили все необходимые справки от ветеринаров. И как договаривались, на каждой из встреч сказки проводят инструктаж с детьми. Елена Слесарева, Василий Хагриков, телеканал «Моя Удмуртия». Приятная новость от выставочного центра «Удмуртия» для ценителей вкусных и оригинальных товаров. Впервые в Ижевске в павильоне у гипермаркета «Магнит» на улице Молодежной откроется Всероссийская ярмарка. Там вы не только сможете приобрести вкусные и свежие продукты, но также найдете товары для дома и оригинальные подарки для своих близких. 70 предприятий из Удмуртии и других регионов страны представят рыбные и мясные деликатесы, авторские сыры, татарские и тульские сладости, коллекции одежды и обуви, оригинальные подарки к праздникам. Приятное дополнение к покупкам розыгрыш сертификатов для совершения покупок на ярмарке. Прийти и выбрать интересные товары для себя и близких можно будет с 6 по 10 февраля. У меня все. Наши новости теперь вы можете смотреть и по спутнику на телекарте, а также в интернете на платформах Яндекс, СПБ-ТВ, Пирс и Винтера. Спасибо, что были с нами. До встречи. Продолжение следует...